В этом году единственное высшее учебное заведение Соликамска отмечает 25 лет. Три года назад Соликамский пединститут стал филиалом Пермского государственного национального исследовательского университета. Что нового в жизни вуза и с какими достижениями он встречает юбилей, об этом и многом другом мы сегодня беседуем с директором филиала Ириной Дмитриевной Кошкиной. Доброе утро! Действительно, в этом году наш институт отмечает славный 25-летний юбилей. Но праздник у нас двойной, потому что университет, это Пермский государственный национальный исследовательский университет, в этом году отмечает 100 лет. Поэтому получается, мы три года филиал этого университета, поэтому у нас, ну скажем так, двойной праздник. Праздник СГПИ и праздник гнил. Ну, в сознании большинства все-таки соликамцев и жителей Верхнекамья, наш институт, он как бы все равно продолжает оставаться соликамским государственным педагогическим институтом. Это вот, как бы, не дать не взять, это вот наше родное. Да, это наш бренд, и мы сознательно, когда становились филиалом, мы сознательно сохранили свое полное название, потому что по нему нас узнают. Наши выпускники работают, ну скажем так, далеко за пределами Верхнекамья, а в Верхнекамье наших выпускников можно встретить в каждом заведении, учебном или другом предприятии, потому что вот, ну скажем, за эти годы было выпущено почти 4 тысячи выпускников. И есть, например, школы, в которых количество наших выпускников составляет где-то 70%, где-то 50%, ну где-то по 25%. Ну вот, мы недавно отмечали юбилей 17-й школы, 27 выпускников нашего института трудятся в этой школе. Директор школы, наш выпускник. Это замечательная статистика. А все-таки что изменилось с тех пор, как вы стали еще и филиалом? Ну, вы знаете, здесь, наверное, главное не то, что мы стали филиалом, а то, что мы сохранили статус института. Что позволило нам открыть новые направления подготовки и не только педагогического профиля, но и уже чисто университетские, классические направления подготовки. Ну, начнем с наших родных педагогических. У нас появилась магистратура, и аспирантура у нас была с 2008 года, то есть вот она так и продолжает. То есть у нас замкнутый цикл. У нас есть лицензия на 10-11 классы, на среднее профессиональное педагогическое образование, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. А новые направления подготовки, ну, как говорили, долгое время у нас, например, не было ничего, кроме педагогики. Теперь у нас есть туризм, реакреация, спортивно-оздоровительный туризм, социально-культурная деятельность, педагогика, психология, прикладная математика, информатика. Что у нас еще интересного появилось? Реклама и связь с общественностью. То есть, ну, это набор уже не педагогического института, а, ну, скажем, филиала университета. И поэтому выбор для абитуриентов, он, как вы понимаете, достаточно широк. И в этой связи не могу не спросить, а что все-таки пользуется наибольшим спросом у сегодняшних, вчерашних выпускников, сегодняшних студентов? Вы знаете, как ни странно, педагогическое образование. Вот я не знаю, с чем это связано. Ну, с моей точки зрения, ну, здесь срабатывает именно наш, ну, как бы, скажем так, имидж, то, что мы готовим их, готовим хороших педагогов. Второй момент – это, наверное, педагогические традиции, которые уже зародились. Потому что у нас так, у нас учатся сестры, потом они приводят братьев, потом родители учатся на заочные, приводят детей. То есть это вот такой вот, ну, как бы, скажем, семейный вуз, который заканчивают семьями. Это слухи, домыслы или это все-таки факт, что в Березняках филиал Национального исследовательского университета, он закрыт? Или он все-таки переведен в Соликамск? Как вот про это? Нет, ну, если быть точнее, если быть точнее, то 27 января ученым советом университета было принято решение о закрытии Березняковского филиала. Способствует этому ряд факторов, и в первую очередь это изменение политики государства в сфере высшего профессионального образования, которое считает, что количество филиалов должно сокращаться. И поэтому в Березняках, которым было три филиала, на настоящий момент остался только Березняковский филиал Пермского государства Национального политехнического университета. А наш филиал Березняковский, он будет сейчас плавно как бы закрываться, и с сентября ему уже запрещен прием. Студенты, большая часть студентов отправилась в Пермь, ну и какая-то часть студентов перешла в наш филиал. Правильно ли я понимаю, что подобная участь в ближайшее время Соликамскому филиалу точно не грозит, наоборот, только открывает его перспективы? Знаете, я надеюсь, что сия чаша нас минует, но дело вот еще в чем. Министр образования Российской Федерации, господин Риванов, считает следующее, что город, в котором нет высших учебных образовательных учреждений, таких городов не должно быть. В Соликамске мы одни, поэтому, скажем, с точки зрения министерства, следуя логике министерства, мы должны здесь остаться. Второй момент, то, что мы выигрываем конкурс, который предполагает нашу работу с министерством в течение пяти лет, но это тоже своеобразная гарантия. Ну и еще один момент, у нас аккредитация до 2020 года, то есть мы имеем аккредитацию по педагогическому образованию и сферу обслуживания, это туризм. У нас ребятки учатся на туризме. А в этом году нам предстоит пройти процедуру государственной аккредитации и по новым направлениям подготовки, там, где у нас обучаются студенты, на тех направлениях, где у нас есть студенты. Ирина Дмитриевна, если говорить о выпускниках других городов, скажем, Березняков, Красновишерска, Чердени, могут ли молодые люди рассчитывать на предоставление общежития? Или, по сегодняшним меркам, это дорогое удовольствие? Мы предоставляем общежития всем. Цена проживания в университете составляет, если мне память не изменяет, 450 рублей. У нас она сейчас немножко ниже, но университет настаивает на то, чтобы цена была поднята до цены университетской. Ну, согласитесь, 450 рублей платить за общежитие, когда съемная квартира стоит там о 10-12 тысяч, это, конечно, не такие большие деньги. При условии, что стипендия, она у нас минимальная стипендия, это базовая, да, она получается у нас 1800, а всевозможное количество надбалок, которые может заработать студент. Ну, то есть, у нас некоторые студенты получают стипендию такую же, как преподаватели зарплаты, потому что есть определенные достижения, где стипендия составляет 8 тысяч, у аспирантов стипендия 9 тысяч. Ну, согласитесь, что для студента это, ну, как бы, хорошее подспорье. Вот я сейчас так подумал, вот в коллективе нашей телекомпании одна треть – это выпускники Солитамского государственного педагогического института. Ну, Ирина Дмитриевна, в конце разговора, все-таки 25 лет, уже назначены ли торжественные мероприятия, когда они будут проходить, и вот завесу тайны, если приоткрыть, что это будет? Ой, ну, у нас здесь очень большие планы. Официально празднование мы начинаем со дня открытия, то есть с апреля месяца. В апреле будет научно-практическая конференция юбилейная, обычно это студенческая конференция. Затем большой блок мероприятий будет связан непосредственно с нашими студентами. Значит, университет отмечает свое столетие 14 октября на Покров. Ну, нам как бы поперек батьки в пекло лезть не стоит, поэтому мы так подумали, решили, что надо приурочить это к филологическому балу, который обычно мы отмечаем, который мы проводим обычно в ноябре. И вот поэтому главное торжественное мероприятие это будет ноябрь месяц, но вот с апреля по декабрь это будут продолжаться мероприятия, их будет достаточно много. Марина Дмитриевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Да, и вам большое спасибо. Ну, и мы очень как бы рады, что вы нас пригласили, что мы можем еще много и много рассказать о нашем институте. Спасибо, тогда до встречи. До встречи. Напоминаем, у нас в гостях был директор Соликамского филиала Пермского государственного национального исследовательского университета Ирина Дмитриевна Кошкина. Это все новости на сегодня. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а самое главное, позитивных новостей. С вами был Алексей Запутреев. Будьте Соль-ТВ, смотрите на новости города и района новым взглядом. Всего самого доброго.